Когда я был новоначальный, моя гордость была выше меня ростом. Я думаю, что представляю себя нечто, потому что с детских лет вел строгую жизнь, имел мать-подвижницу, потому что духовником моим был святогорский еромонах, который держал нас в строгих церковных и монашеских рамках. Вся моя жизнь, прежде чем я ушел на святую гору, была совершенно непорочной и чистой. Я не уклонялся ни направо, ни налево. Конечно, это случилось только по благодати Божией. Люди, не умеющие верно оценивать духовные вещи, меня очень сильно хвалили и считали святым ребенком. Из-за этого множества похвал я думал, что уже достиг третьего неба. По хвалу причинили мне вред так, что я этого и не заметил. Я заразился этим микробом, не почувствовав того. Я был отравлен гордостью и тщеславием. Но старец, умеющий хорошо видеть вещи, как они есть, своим острым взором заметил, какой зверь живет во мне и взялся его убить. Он вооружился клинком послушания и стал разить им этого зверя. Он хорошо умел прокладывать путь смирению. Поэтому почти все время моего послушания было ничем иным, как сплошным суровым воспитанием. Я попал в руки профессора, ученого. Он видел мою душу насквозь и с первого дня начал ее исцелять. Он решил сделать из дубины человека. Старец не оставлял меня в покое. Его отеческая любовь воспитывала меня так, что если кому рассказать, то некоторым это покажется невероятным. Старец Иосиф меня непрестанно обличал, ругал, оскорблял. Это было лекарством для исцеления моей души. Он знал, что только поношение и оскорбление приносят духовную пользу, ибо тот, кто их терпит, приобретает венцы, а гордость и тщеславие удушаются. Он со всех сторон наносил по мне мощные удары молотом, чтобы удалить имевшуюся во мне ржавчину. Эту ржавчину я заметил, когда он начал меня обличать, делать мне замечания. Но, конечно, по благодати Божией я ни разу не открыл рта, чтобы спросить, почему, что я такого сделал. Старец был очень строгим. Он меня разбивал на голову. Как говорит поговорка, каждый день обтесывал меня топором, чего он только со мной не сделал. Чтобы ко мне обратиться, позвать меня, он употреблял всевозможные оскорбительные слова и все соответствующие эпитеты. Вот что было мучением. Все те годы, что я был рядом с ним, только два раза услышал из его уст свое имя. Обычно он называл меня так «Дурень», «Косорукий», «Вавулис». «Вавулис» – это разговорное обращение к очень маленькому ребенку, подобное русским словом «Бубуся», «Дюдюня» и тому подобное. «Малой» и другими подобными прозвищами. По имени «Никогда». Но сколько любви было за этими изощренными колкостями, какая чистая заинтересованность за этими оскорблениями. Он не только меня ругал, но иногда даже и поколачивал. Я ему говорил «Старчи, бей меня, колоти, пусть треснет моя гордость». Конечно, все это мне доставалось потому, что я нуждался в этом. Потому что моя гордость была больше меня, и я должен был хорошенько всего этого отведать. Конечно, когда он меня обличал, то есть клал лекарства на мою рану, мне было больно. Но сколь благодарна сейчас моя душа за эти хирургические вмешательства, которые, подобно скальпелю, производила его чистейшее слово. Моя гордость брыкалась во мне и говорила. Почему только по отношению к тебе старец проявляет такую строгость? Почему он тебя ругает? Почему, да почему, гордость во мне надувалась, чтобы я воспротивился, поскольку это была страсть, это был бес. Но благодаря наставлениям старца и просвещению Божию я вел суровую борьбу со страстью жившего мне. Я ведь непременно должен был задушить этого зверя, убить его, ибо я знал, что если зверь не умрет, то он не даст мне вздохнуть от его нападок. Во славу Божию, молитвами старца и моей матери, я за все эти годы не проронил ни слова, чтобы возразить старцу. Я все это принимал, поскольку чувствовал в себе гордость и говорил себе, раз ты такой, ты этого заслуживаешь. День и ночь непрестанно нагоняй. Не день это дня, а каждый день. Ох, 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 что со мной сделал старец. Я не мог перевести дух от взбучек. Так я распинался душой, чтобы сподобиться воскресенье. Мне было больно. Я шел в свою келью, обнимал распятого и со слезами говорил. Ты, будучи Богом, претерпел пререкание несправедливости от толпы грешных людей. Я же грешный и страстный, разве не приму одного обличения. Старец поступает так, потому что любит меня, потому что цель его – спасти меня. И я чувствовал, как укрепляется моя душа, чтобы вытерпеть распятие. Я, конечно, изнемогал, потому что был слаб душой. Требуется борьба до крови для избавления от великой безумной страсти гордыни, которую мы унаследовали от Адама. По молитве старца я возражал помыслам, противоречил им, вступал с ними в войну. Буде благословено, было моим ответом старцу. Я старался быть выше помыслов. Я плакал, потому что страсть брыкалась. Мало-помалу я избавился от этого недуга. Это был начальный этап для меня, не прошедшего еще никаких испытаний, ни на что толком не способного, худющего с постоянной температурой. Так начался мой монашеский путь, изменение моей жизни. Это была трудная, но прекрасная жизнь. Прошло немного дней, с тех пор, как я пришел к старцу, и он спросил меня. Слушай, малой, что ты еле ноги таскаешь? Скажи-ка, что ты сделаешь, если однажды какой-нибудь брат потеряет с тобой терпение, накричит на тебя и даст оплеуху? Я скажу, простите. То есть, скажешь, простите? А что же я еще скажу? Ладно, посмотрим. И он меня отпустил. Прошло несколько дней, и он, наверное, подумал, что я забыл этот разговор. Была пятница. А утром в субботу должен был прийти отец Ефрем служить литургию. Старец пришел и сказал, Слушай, завтра ты будешь петь. Смотри, поопражняйся немного. Буди благословенна. Но откуда мне было знать пение? Когда я был в миру, я не пел. Я только слышал, как певцы поют в церквях, и кое-что запомнил на слух. Пошли мы в пещерную церковку. У каждого здесь было свое место. В стасидях справа старец. Слева отец Арсений. Посреди, посреди не я. Отец Афанасий стоял сзади, а отец Иосиф на месте чтеца. Началась божественная ритургия. Подошло время малого входа. Так как была суббота и было приготовлено колево, на тропарях нужно было петь со святыми упокой, кратким распевом. Старец мне сказал, Пой со святыми упокой. Я, бедный, знал только тот распев, который слышал на панихидах в миру. Я не знал, как это песнопение кратко поют на святой горе. И начал несчастный петь медленно-медленно. Со святыми. Ой-ой-ой, когда-то мне за трещину прямо в церкви досталось мне. И хотя рука у старца была, как у девочки, но если тебе доставалась оплеуха, лучше и не говорить. Что ты поешь? Что это за распев? Дурень. Разве так поют, идиот? Священник в алтаре прямо остолбенел. Прости, старче, разве у нас теперь панихида? Прости, старче, прельщенный, сейчас, как только закончится литургия, станешь там у двери, низко склонишься, и все будут проходить мимо тебя, а ты будешь просить прощения, как человек в прелести. Закончилась литургия, я причастился, стал на колени у двери. Простите меня, отцы, я впал в прелесть. Простите меня, отцы, я прельщенный. Да, ты в прелести. Я впал в прелесть, простите меня. Настолько строгим был старец, но при этом очень благодатным. Помню, однажды был праздник святых апостолов, и пришел отец Ефрем из Катунак служить литургию, а я ему накануне должен был приготовить еду и на следующий день разогреть. Старец заботился об отце Ефреме, потому что отец Никифор кормил его не слишком хорошо, хотя тот был очень болезненным. Наш старец кормил его как следует, чтобы тот хорошо себя чувствовал, когда служил у нас. Старец говорил, если с ним что-то случится, все, мы пропали, не будет на нас священника. Да ему хорошо поесть, чтобы он набрался сил. Не знаю уж почему, но в тот день я должен был приготовить еду пораньше. Я поднялся, начал готовить для батюшки. А старец пришел ко мне и, стоя у меня над душой, говорил, не умеешь готовить, забодай тебе комар. Так говорят мирские, а ты хочешь, готовят мирские, а ты хочешь, чтобы это ел священник? Откуда мне было умень готовить? Я есть-то правильно не умел. Дома у нас готовила мать, а я не знал, как яичницу поджарить. Потом я научился всему этому от старца. Как только я закончил готовить, старец мне сказал, ну давай, остолоп, быстро нанеси это. Я принес еду, дал ее батюшке. Убирайся с моих глаз, скройся, чтобы глаза мои тебе не видели. Быстро проваливай свою келью. Будь благословенна. Я взял благословение у старца и пошел в свою келейку, которая была рядом. Сбежал по ступенькам, вошел в келью. Лишь только ступил туда ногой, как пришло благословение Божие по молитве старца. Я удостоился посещения Божия до такого, что раз и только глаза мои не видели присутствия святых апостолов. Такая благодать, такое благословение. Из глаз мои бежали слезы. Не потому, что меня отругал старец, но потому, что я не мог сдержать радости и веселья, которые испытывал от присутствия святых апостолов. Это был их праздник, и поскольку апостолы терпели оскорбление за Христа, поскольку над ними насмехались, их били и бичевали книжники и фарисеи, сам Христос увидел и мой ничтожный подвиг и послал свое благословение. Я не знал, где находился, слезы лились ручьем. Я упал на пол и плакал, плакал, а в душе моей была радость. Я говорил себе, какое благо сделал для меня старец. Гораздо позже я узнал от других, что как только я уходил, старец благословял меня, хотя в глазах всегда отчитывал. Однажды, когда я был новоначальным, пришел отец Ефрем из Катунак. Старец позвал меня. «Ваулис, сделай-ка нам кофе. Буди благословенна». И как только я удалился, старец тихонько сказал. «Будь благословен всегда». И несколько раз благословил меня. А во время исповедания помыслов он никогда не говорил со мной резко. Он мне объяснял, из-за чего я совершил ту или иную ошибку, какие причины ее вызвали. Раскрывал каждую мельчайшую подробность. От первого принятия помысла до исполнения его на деле. С такой ясностью он мне это показывал, что я говорил себе, он знает меня лучше, чем я сам. Раскрывал каждую мельчайшую подробность.